Ну а когда уже закончила техникум, переехала сюда, в Свердловск. Тут уже слово йога разрешили. А техникум какой? Зелёного строительства в Питере. В Питере техникум зелёного строительства. Я же озеленитель по специальности-то. Вот. Вот, когда переехала сюда, в институт поступила, здесь уже и работа была основательная. Потому что в Челябинске, ну в Челябинске я тоже в Зеленстрое работала там. Ну как-то там недолго я была. А здесь... На заводе, на трёхтройках была в это время я. И был Зорин у нас здесь, Зорин Пётр Григорьевич, хороший человек. Он врач-психотерапевт был. Мы у него занимались. Нас было семь человек. Шесть пробов, и я среди них одна. Была. И как-то Зорин... Были мы у него, занимались. Потом он Юре Пенягину говорит, Юра, вот тебе книжечка, прочитай её и начинай заниматься. Хватит дурака валять. Мне любопытно стало, что за книжечка даёт ему. Одному из всех нас. Не просил. Вот. Юра, покажи, что за книжечка. Хатха-йога. А тогда слово йога-то вообще запрещено было даже говорить. Мы его даже не произносили вслух. Юра прочитал, конечно, но стали заниматься. А как заниматься? Он говорит... Ну, опять так же вот собрались у Петра. Юра говорит, а где мы будем заниматься? Я говорю, а у нас сдали-то ведь только что спортивный комплекс, три тройки. Только-только сдали. Вот Урал давно был сдан, ДК «Урал». А спортивный комплекс только сдали. Я говорю, там и будем заниматься. Как будем заниматься? Не беспокойся, я сделаю. Я договорилась. Как дыхательная гимнастика у нас была. Группа дыхательной гимнастики. Ну, дыхательная гимнастика, все. Занимались хорошо, у нас группа набралась. Потом Юра мне говорит, хватит иждивенцем быть. Набирай свою группу и все, и уходи от меня. Выполнять приходится. И вот, а я набирала. У меня была подружка, она преподавала в театральном училище, Любаня. Вот она набрала группу, в основном, из актерской среды, из всех театров. Чуть ли не ведущие актеры, почти ведущие. Он еще фотографии книги Галины Ивановны Самокаевой из драмтеатра. Она с Захаровой вместе, если помните такую актрису. Она с Захаровой вместе работала одновременно. Шли они. И занимались мы. Либо в театральном училище, либо в дом работников культуры. Группа набралось у меня три. Хорошие группы были. Мы тогда о йоге только-только начали. И знали это только по хатха-йоге. И договорились, что кто чего узнает о йоге, собираемся и разбираем, что это такое. Ну йог-то ведь много всяких. И мы собирались и разбирали, что это такое, что дает та или иная йога. Ну, были у меня и врачи. Вот однажды этот Иван, врач, приезжает из Москвы и мне говорит, а новая йога появилась еще. Я говорю, какая? Бхапти-йога. Я говорю, так надо нам ее изучить. А, да там все про Бога. Какой примерно год хотя бы? Убей, не знаю. Нет, не знаю. Даже не могу сказать. Могу наврать. Я говорю, да тем более я поеду, говорю. Я взяла отпуск.